Газовые плиты, радиаторы, железные решетки. Это не пункт приема металлолома, это берег острова Поджабный или, как его называют в народе, проран. В ходе акции, кроме крупногабарита, волонтеры собрали еще 200 мешков мелкого мусора, пластик, картон, стекло. Среди добровольцев обычные горожане всех возрастов. Мы понимаем, как это трудно, когда люди убираются, поэтому лучше не мусорить, чтобы потом не убираться. Чтобы всем было легче и природе тоже. Очень трудно убирать стекляшки, которые разбиты, потому что можно в них пораниться. И поэтому, если ты будешь какие-то напитки пить, то тогда нужно ложить их в места, где содержимое только стекло. Эти акции важны и нужны, особенно подрастающему поколению и нам, всем людям, жителям города Самары. Так как нужно беречь природу, беречь нашу Волгу, чтобы было чисто, приучать детей, чтобы не загрязняли окружающую среду. Ежегодно отдыхающие на Поджабном оставляют тонны мусора. С турбаз с этого года отходы вывозятся организованно на полигоны. Здесь стоит 10 контейнерных площадок по периметру всего острова. Вывозится регулярно мусор. Кроме того, здесь есть турбазы. У экстроресурсов есть договора с владельцами турбаз, и с турбаз выводят уже непосредственно рекоператоры. Самые большие свалки остаются после тех, кто отдыхает дикарями. Экопикник призван поменять мышление именно таких людей. Сегодня в стране формируется новая, более совершенная система обращения с коммунальными отходами. Однако это не только закупка мусорных контейнеров и строительство сортировочных станций. Самое главное – формирование экосознания человека, понимание личной ответственности за тот общий дом, в котором мы живем. Эта акция – необычный субботник. После напряженной работы здесь принято активно отдыхать, играть в футбол, танцевать, накрывать вкусный стол. Особо отличившиеся волонтеры получили награды. Такие выезды волонтеров планируется проводить ежегодно. Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе и изменение отношений граждан к этой области жизни – важная составляющая национального проекта «Экология». Ведь важно не только вывозить, сортировать и перерабатывать мусор, но и грамотно вести его сбор. В области проводится планомерная работа по выстроению системы утилизации мусора. В рамках нацпроекта также планируется создать и новые предприятия. В его рамках в регионе будут созданы новые и реконструированы существующие предприятия по переработке и сортировке мусора. На сегодня у нас разработаны дорожные карты. Мы знаем, что у нас есть принятая территориальная схема, на которой у нас размещается порядка 16 объектов сортировки и переработки. В этой территориальной схеме также отражены у нас три технопарка, которые будут принимать участие в этой новой сфере отрасли, которая создается института Самарской области. Все работы должны быть завершены к 2024 году. Новая система приведет к прозрачной схеме обращения с мусором и даст толчок к развитию сферы переработки вторсырья. А это вклад в улучшение экологической среды, в которой будут жить будущие поколения. Руслан Шарипов, Андрей Авдеев, Новости губернии. Субтитры создавал DimaTorzok